Это может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на радиоболтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры. Климат-контроль и Константин Рангс на прямой с нами связи. Журналист, ученый, морской геолог, журналист, пишущий о науке. Здравствуйте, добрый день, Константин. Добрый день. Все мы находимся в ожидании, в кавычках, конечно, новых ограничений. Сейчас они должны вступить в силу с завтрашнего дня. Уже известно, что в магазинах царит просто столпотворение. Люди пытаются из последних сил в последнюю минуту скупить все, что возможно, смести с прилавков. Но понимая, что затем на протяжении трех недель будут открыты только продуктовые магазины. Еще, не дай бог, будут введены ограничения на передвижение, как, в общем, намекнул премьер, что и такое возможно. И тогда получится, что можно будет дойти, даже если не живете в прямой близости с большим гипермаркетом, только сходить в какой-то маленький продуктовый магазинчик, купить макароны. Я уж не знаю, что там еще продается. Вот сегодня собирались мы поговорить действительно об этом режиме ЧАЭС. и насколько вот эти вводимые меры являются действенными, и каким образом сделать их более действенными. Ну, надо прежде всего сказать, что сами чрезвычайные ситуации, они по планете случаются, так скажем, если не ежедневно, то каждый второй-третий день где-то на планете что-то происходит. И поэтому существует уже достаточно мощная такая сложившаяся, ну, это можно назвать уже наукой. Наука о том, как нужно организовывать действия в чрезвычайных ситуациях. Я столкнулся с этим, когда работал на Сахалине, на Дальнем Востоке. Мы занимались вопросами, связанными с потенциальными землетрясениями. К сожалению, землетрясение случилось, и несмотря на то, что были даны предсказания, ну, так получилось, что погибли люди, больше двух тысяч человек. И, в принципе, можно сказать, что вот как раз Сахалинское нефтегорское землетрясение 95-го года, она в значительной мере стимулировала появление и развитие, например, в России МЧС, Министерство по чрезвычайным ситуациям, да. Но уже до этого ведь аналогичные службы есть в США, ФЭМА, так называемая, администрация по чрезвычайным ситуациям. Такие службы есть и в Германии, и во Франции, в принципе, во всех крупных развитых странах. И чем там чаще случаются какие-то природные катаклизмы, тем эти службы более развитые, мощные и энергичные. И тем лучше там представляют, в принципе, что им делать. Однако дело все в том, что везде беда, беде рознь. Вот это абсолютно точно. Например, существует большая проблема, когда произошла катастрофа, и после этого нужно быстро эти эффекты этой катастрофы как-то нивелировать. Вот, например, землетрясение. Предсказать землетрясение сейчас можно опосредованно. Например, сказать, что вот в этом городе будет землетрясение. Вот Милан тряхнуло, например, вот буквально на днях. Ну, по-моему, вчера были очень напуганы Милан. Ну, вот в течение ближайших пяти лет, вот вероятность там 80% оно будет. Но кто-то выводит людей из домов в чисто поле в расчете на то, что в течение пяти лет что-то случится? Конечно же нет. Но, например, если не выводить людей из дома, то можно, например, заниматься такой вещью, как создание укрепленных ванных комнат. Вот, кажется, шутками, да? А вот, например, в Соединенных Штатах существует такое понятие «укрепленная комната». Это не обязательно, конечно, ванная. Но вопрос заключается в следующем. Отдельная часть вашего дома укрепляется на предмет его разрушения. Это могут такие быть двутавровые балки, специальные крепления. Но факт заключается в следующем. Начало трясти, вот, ну, и скоро все рухнет. Вот несколько у вас есть, 15-20 секунд, бросится именно в эту комнату. А в комнате у вас там, условно говоря, баллоны с водой уже запасены, лежат. Меняете их там регулярно раз в полгода. Лекарства, пакетик необходимый, там, шприцы, документы, деньги наличные, да? Да, радио на батарейках. То есть, вот, в принципе, даже дом разрушиться может, даже многоэтажный. Но в этой комнате у вас есть шансы просуществовать несколько дней. И это очень важно, несколько дней. Пока до вас дойдут руки вас откопать. Потому что нужно понимать, что если ударило землетрясение в городке, да, вот, Н, то ведь оно ударило и по пожарной станции, пожарная станция разрушилась, и по госпиталю, и по органам управления, и по местной системе связи, вышки попадали. То есть, вам никто, рядом нет людей, которые могли бы прийти к вам на помощь. Поэтому, вот, допустим, три дня – это вот стандартная норма. Рассчитывайте, как говорится, save yourself. Спасайте сами себя. А мне сразу вспоминается время Второй мировой войны. Ну, я имею в виду фотографии, которые в Великобритании были специальной кровати, где, опасаясь ночных бомбежек, вот, люди ложились в кровать с таким жестким каркасом. То есть, это практически был ящик, который в случае, если дом обрушится, позволял надеяться, что человека не, ну, он не будет погребен под вот этими тяжелыми булыжниками. И точно так же, по-моему, люди делали какие-то такие сейфы, ну, то есть, куда они складывали ценные вещи в надежде на то, что если дом рухнет, им удастся вытащить из-под завала вот эту коробку, и они смогут спасти какие-то ценные вещи, которые они положили в эту коробку. Ну, разумеется. В принципе, и самое интересное, что ведь это работает. Вот в чем дело. Никто бы этим не занимался, если бы это, как говорится, за последние где-то полторы сотни лет уже выяснилось, что да, работает. Но дело все в том, что это тот самый случай, когда вот катастрофа, она одномоментная. Это все, что угодно может быть, но это одномоментно. Другой совершенно вид катастрофы – это когда катастрофа ожидаема, ожидаема в конкретное время, и тут уже нужно к ней готовиться и понимать, что она будет растянута во времени. Для американцев, например, это подход урагана, вот классический вариант. Они знают, что он подойдет. Абсолютно точно. Есть предупреждение, есть эвакуация. Те, кто не могут эвакуироваться, телевидение показывало, и в интернете люди видели, заколачивают окна, заклеивают их, как вот в случае войны, да, то есть максимально стараются обезопасить, если есть возможность поднять все ценное на вторые этажи, потому что первые этажи будут затоплены, вот, аварийная электрическая связь, потому что обыкновенное электричество нужно вырубать, чтобы не было поражений током. И вот ждать, сидеть, пока беда не минует, да. Это другой уровень чрезвычайной ситуации, и поскольку это повторяется регулярно, каждый год есть сезон ураганов. То к этому уже как бы это образ жизни. Все знают, что у тебя надо должно быть дома. И есть еще один вариант. Это когда беда, так скажем, медленно накатывает, а дальше она начинает как бы становиться частью жизни. Ну, это, например, до, вот, если не брать болезни, то это, например, долговременные засухи. Вот это четкая совершенно ситуация, да. Вообще какие-то могут быть другие климатические изменения, но засухи абсолютно точно. Голод. Голод – это, да, это тоже природная катастрофа, потому что, ну, а почему голод? Потому что рядом не урожай. А не урожай, опять-таки, он связан с этим самым климатом. Ну, и, наконец, мы приходим к нашему случаю. Это случай вот этой заболевания. Заболевание, которое, в общем-то, последний раз такого масштаба эпического, да, было сто лет назад. Вот та известная, печально известная эпидемия испанского гриппа. Можно говорить, конечно, очень много, вот, настройка, что похоже, но по социальному отношению это один в один. То есть появляется заболевание, заболевание, распространяемое воздушно-капельным путем. Ладно бы холера, там, понятно, не надо ничего есть, так скажем, грязное, да, и нужно пить чистую воду, хоть понятно, как это. К тому же учтите, что холеру вызывает микроб, которого можно увидеть в микроскоп. Вирус – это совершенно другая вещь, гораздо меньше. Это цистерна по сравнению с мячиком. Вот, я имею в виду холерный вибрион. То есть это совершенно другая форма, можно сказать, жизни, да, полужизнь, полусмерть, да, что-то такое непонятное. И распространение его совершенно иное. Оно опасное распространение. И вот посмотрите, на что говорят, обращают внимание специалисты. Ведь ладно бы человек заболевал и после этого становился инфицированным. Ну, вот покрылся он какими-то там пятнами, прыщами, да, трясет его, что называется, как говорил Евдокимов, морду красная. Вот, все понятно, больной. А ведь человек, как выяснилось с этим ковидом, он чувствует-то себя прекрасно, а он уже два дня как разносчик инфекции. Это означает, что, в принципе, все другие подходы, которые существовали, так скажем, реакция на то, что уже есть, не годятся. Вот это принципиальный момент. И это стало ясно уже после первой волны, уже к лету. Но вот эта инерция наших отношений к тому, что, ну вот, вроде бы, слава богу, прошло, она как раз и привела к тому, что вторую волну, по большому счету, все развитые страны, ну, я не считаю Китая, вообще Юго-Восточная Азия, она по-другому вообще живет, оказались к этому не готовы. Потому что, первое, мы, как говорится, опять-таки привыкли на что-то реагировать. Мы не действуем в опережение. И вот смотрите, вот то, что вы сейчас сказали, Олег, допустим, да, вот сейчас, может быть, будут еще введены ограничения по перемещению. Сколько еще людей должно заболеть? Как нужно упаковать больницы, чтобы было принято решение закрыть перемещение? Вы посмотрите, сейчас в странах Западной Европы, где локдаун вводили в начале ноября, сейчас как раз на период рождественских праздников делают послабление. Почему? Потому что стало легче. Больницы стали лучше себя чувствовать. Появились возможности определенные, да, свободы. И это очень важный момент. Они специально в расчете на то, что сейчас мы-то прикроем, потому что в ноябре обычно никаких особых праздников-то нет. Люди не особенно носятся по магазинам, они перетерпят. И поэтому были сделаны вот такие ограничения, вплоть до частичных локдаунов. Теперь же, значит, когда начнется вот рождественский новогодний сезон, приоткроют в расчете на то, что ведь после Нового года опять подскочит, ну, кривая заболеваемость. Но тогда опять люди бродить особо не будут. Опять система, абсолютно уверен, что система опять прикроется. Про эту методику открывать, закрывать, закрывать ворота, да, выпускать людей и опять их садить домой, говорили ведь еще в апреле месяц. И говорили это как о методике, которая, с одной стороны, позволит, в общем-то, как-то дать перед их системе здравоохранения. Вот о чем-то пекутся. О том, чтобы в больницах, как говорится, восстановилась более-менее нормальная работа. А с другой стороны, чтобы, когда действительно появляется большое количество заболевших, были вполне вменяемые врачи, а не замученные до предела люди. Ведь почему-то считается, что врач, он какой-то робот или, не знаю, там, какой-то гуманоид, который не должен ни есть, ни пить, ни спать, а должен трудиться, трудиться и трудиться. Но они такие же люди. У них семьи есть, болезни, кстати, свои есть. И они каким-то... Они все, они должны отдыхать. У нас есть звонок. Здравствуйте, добрый день. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Вы знаете, я вот с Константином полностью согласен. Почему у нас это как раз все наоборот, как раз на выходные ограничения, как раз тут получается, все эти новогодние праздники, как раз все эти наступают ограничения. Я как раз просто процитирую господина Кайринша, который объяснял это именно тем, что все равно на новогодний... Ну, Рождество и Новый год – это то время, когда меньше всего работают предприятия, учреждения. Но вот есть надежда, что ущерб для экономики будет наименьшим, если мы закроемся максимально вот именно на это время, когда все равно никто не работает. Вот такая логика была у правительства. Ну, насколько, если я так понял и могу транслировать ее? А вот я, честно говоря, не совсем понимаю эту логику по одной простой причине. Это нужно предположить, что все люди у нас работают в госструктурах и все равно будут получать деньги, даже находясь, так скажем, на праздники. У нас огромная часть людей не зависит от госструктуры. Если они не работают, то у них денег нет. Это очень важный момент. Второе. Он верит, что действительно люди, а если им скажут, что не ходите на Рождество, не поздравляйте своих друзей и родных, не ходите на Новый год, люди скажут, «Ес, я протомс», и сядут, вот, как говорится, прижавшие зад свой ровно. Нет. Ведь абсолютно можно быть уверенным, что и на Рождество, и на Новый год люди будут встречаться, праздновать уход 2020 года. Все что угодно. И после этих праздников будет очередной всплеск заболеваемости. Тут, как говорится, можно даже не гадать. Потому что вот такие люди, да, как говорится, имеем то, что имеем. Но вот я понимаю, что главная проблема, ведь решить проблему, казалось бы, было возможно вот таким жестким локдауном. Ну, как делал Китай. То есть все полностью закрывается. И тогда, вот, если обрубаются контакты между людьми, все люди сидят по домам, они, ну, не заражают друг друга. И через какое-то время, там, 10-12 дней, станет понятно, что это удалось погасить. Но я понимаю, что вот для этого действительно нужны деньги, которые нужно раздать людям, для того, чтобы они не почувствовали уменьшение своих... Ну, не то, что уменьшение, а чтобы у них было на что есть, чем платить за коммунальные услуги. Но срок, срок, две недели, 14 дней. Вот почему говорят 14 дней? Потому что считается, что за это время инфицированный человек всяко заболеет. Но 99% заболеют, у них появится симптоматика в течение 14 дней. Во-первых, для этого нужно, как, например, действуют все развитые системы чрезвычайных ситуаций в мире, для этого нужно людям объяснить нормальным языком, что, условно говоря, с 15 ноября, или, ладно, 18 праздники прошли, вот, с 18 ноября объявляется на две недели локдаун. К этому моменту мы закроем все, что только можно закрыть. Поэтому, значит, объявляется, что нужно произвести закупки тех-то самых продуктов, то-то, то-то, то-то. Те люди, которым сложно это сделать, они могут позвонить. У нас в конечном счете есть армия. И армия, у них есть и средства химзащиты, вот, армия, эти люди, вот, военные люди, организованные, у нас есть замес сардзи, да, они могут, вот, которым надо, по-китайскому тем же способу, привезти, условно говоря, баллоны с водой, чтобы люди имели, никуда не дергались. Да, есть продукты, которые можно, говорится, варить, привезти, которые хранятся, и, условно говоря, тубусы с витаминами, ну, для того, чтобы компенсировать отсутствие свежих овощей и фруктов. Но это всего две недели. Это не полгода, не месяц даже. Это две недели. И, если заранее объявить, что через две недели мы объявляем вот такую-то штуку, такое вот ограничение, такой локдаун, то люди к этому приготовятся. Да, никто не будет стричься, никто не будет ходить по магазинам, делать ремонт и прочее, прочее. Но это будет понятно, что это вполне от сих до сих. Медики же, они, естественно, будут вылавливать, будут появляться заболевшие люди. Но эти заболевшие люди никого не будут больше инфицировать. Вот заболел он, да, вот мы будем знать, что в этом домовладении потенциально могут все болеть. Но, во-первых, сразу будет проясняться. И главное, если что, это что, какая-то новинка? Нет, это отработано уже. В той же самой Юго-Восточной Азии это вообще блестяще показало. Но мне кажется, что эта вот вся схема, она блестяще работает при одном условии. Вот пройдет эти две недели, действительно, страна вздохнет спокойно и очень резко снизится заболеваемость. И достаточно будет приехать там туристам из той же самой Литвы, где бушует коронавирус или откуда-то еще, и вся ситуация начнется по новой. То есть, если бы страна герметично держала границы, как говорится, на замке и были бы уверены, что ни один человек, заболевший коронавирусом, не проникнет к нам, то тогда, наверное, было бы все гораздо вот легче решиться на такой шаг. Очень важный момент, что когда вы ставите как бы со страну на паузу вот в таком локдауне двухнедельном, специальные службы, имеются в виду эпидемиологи, они достаточно четко понимают, откуда и как распространяется заболевание. И тогда через две недели можно сказать о том, что парикмахерские, условно говоря, я не знаю, но я предполагаю, парикмахерские не являются основным рассадником. Допустим, маникюр, педикюр, ну простите, легко сделать так, чтобы человек просовывал руку к мастеру через специальные отверстия в пластиковом стеклянной такой, ну перегородке, и все, и мастер, и клиент, они изолированы, это вообще отлично, да, голову не изолируешь так легко, а руку, пожалуйста, или ногу. то есть, какие-то будут определены вещи, которые можно уже выпустить и запустить в экономический, ну, оборот, но будет понятно, что происходит. А когда вот, условно говоря, ну вот запретили продажу алкоголя по выходным дням, вот можно подумать, что в выходные дни у нас было какое-то традиционное выпивание, то есть вот всю неделю люди сидели, такие изюзи, а потом как раз бросились в субботу в воскресенье и давай толпиться у прилавков. В общем-то, собственно говоря, те люди, которые выпивали, они могут и в пятницу купить, и в четверг. Мало того, когда объявляют о том, что вот с этого момента мы все закроем, и непонятно, а что будет дальше, вот что интересно. Наш же народ, наученный горьким опытом, он предполагает, что если сейчас что-то закрывается, то очень скоро закроется еще что-то, или еще что-то случится, или то запретят, или это, и начинается то, что о чем сейчас пишут все блогеры, о том, что в преддверии Рождества начинаются давки. Вот прекрасный способ для развития инфицирования. Вот это непонятно, понимаете, и это просто показывает, что отработанного подхода к вот такой вот проблеме, к такому заболеванию, нету просто-напросто. Реакция, вот у нас людей стало больше болеть, стало больше людей в больнице. Вот давайте это введем, но не прямо сейчас, а через 5-7 дней. Через 5-7 дней становится еще больше заболевших. Тогда, значит, нужно еще какие-то решения принимать. Вот в это просто говорит о том, что проблема, она в принципе решается неправильно. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Я вот хотел вот ваш комментарий, ну, который предыдущий ваш, да, на онлайне, он, я полностью согласен, я даже хотел бы добавить. Да, правильно, можно все закрыть, может быть, это помогло бы. Правильно, за тема денег. Видите, даже теоретически, я в это сильно не верю, да, но даже теоретически государство скажет, все, закрываемся и дадим денег. Понимаете, они дадут такие, какие-то, ну, я говорю, я не верю в это, но если, они такие смешные суммы какие-то выделят, или какие-то там левые компенсации, там, не знаю, 10% с электричества, знаете, вот такое дают, что народ уже понимает, что помощи не будет. Если бы они на самом деле сказали, мы 100% компенсируем эти счета, и не так, что всем одинаково, а у каждого, у тебя там на 100 евро, тебе 100, ты там на 300, тебе 300. Вот тогда бы, в принципе, народ и может быть посидел эти пара недель. Понимаете? Ну, это я так думаю. Спасибо. Ну, ясное дело, что, конечно, все бы с удовольствием, а здесь вопрос еще сразу возникает, откуда деньги? Вот этот вопрос, откуда деньги, это один вопрос, а второй вопрос, это я видел в интервью Раймонда Пауса, который вспоминает, что ведь весной вроде бы большие деньги выделяли, а эти деньги пошли куда? Он упоминает спасение национального авиаперевозчика AirBaltic. Нет, я понимаю, что у AirBaltic обязательства, долги, персонал, высокооплачиваемый персонал, но тут дальше, видите, какой момент, есть хорошая поговорка, снявший голову по волосам не плачет. у нас главная сейчас, вот эта вся история с ковидом показывает, у нас главное, так скажем, место, которое мы должны развивать, главное отрасль, это здравоохранение. И я объясню, почему, ведь посмотрите, прочитайте литературу, вот, или, например, то, которая посвящена людям, переболевшим уже этим ковидом. Люди переболели, и вроде бы молодые люди, и здоровые, только одни почему-то говорят, что вот все бы хорошо, только вялость, вот уже почему-то пять месяцев вялость, опять не могу заниматься спортом, как раньше. И вот самое интересное, что сейчас как раз и пишут, что на самом деле последствия вот этого внедрения вируса в популяцию, да, приводят к тому, что очень многие люди, им потребуется медицинская помощь в течение ближайшего года, через год, через два, а что будет через 10 лет с легкими у многих этих людей, с сердцем, с почками. То есть на самом деле у нас возникли сильнейшая нагрузка на здравоохранение, потому что неизвестно, кто, как реагирует на вот этот самый ковид. Это такая, как говорили, русская рулетка. В Нагане один патрон из семи, но в каком, когда он выстрелит? Понимаете, и самое интересное, тут и можно сказать так, патроны с разной навеской. Кого-то убьет такая пуля, а кого-то просто покалечит. А у кого просто всю жизнь будет в ушах звенеть, но сильно. Вот это очень важный момент. Мы должны понимать, что ковид с появлением прививки любой, он не закончится. Это что-то эволюционное. В истории эволюции были моменты, когда неожиданно менялись биологические виды, формы менялись на планете. Вот когда говорят сейчас о том, что динозавры вымерли от того, что упал астероид на Юкатан, да, это, понимаете, это слишком упрощенный вариант. Можно сказать так, он добил динозавров, потому что вымирать они в массовом порядке начали раньше, за несколько миллионов лет, и причина до конца непонятна. Но есть очень большое подозрение, что, во-первых, они начали травиться, среди них начали расплодиться кишечные, желудочно-кишечные заболевания, заболевания обмена веществ. Они в какой-то момент стали не соответствовать остальной природе. И вот мы тоже должны понимать о том, что встреча с ковидом, это вот та самая встреча с каким-то новым агентом, новым вирусом, который занимается жестокой вещью. Он выбраковывает людей. Абсолютно. Вот мы все думали, что может остановить рост народонаселения планеты. Потому что люди, которые будут хронически до старости уже, условно говоря, доживать, эти люди уже не будут, условно говоря, так активно размножаться. Мы перед лицом очень серьезной проблемы, и поэтому, мне кажется, что сейчас говорить надо о том, каким будет наше здравоохранение. вот сейчас тоже обращают внимание на то, что как мало у нас врачей, потому что многие врачи в свое время несколько лет назад активно уезжали за границу. Так ведь? Ну, потому что там были гораздо лучше условия и зарплаты, конечно. Уехали, и не только врачи, медсестры уехали. Сейчас эти люди спасают, как говорится, новых соотечественников. У нас нету. У нас очень старое общество. Именно потому, что молодые люди в массе своей, особенно в нулевые годы, уезжали в ту же самую западную Европу. Где? У нас сейчас мало рабочих рук, чтобы поддерживать экономику и осуществлять вот эти все крупные социальные выплаты. Да, можно понять, денег мало. А пенсионеров, пожилых людей много. И можно тогда получается предположить, что достаточно какой-то будет процент переболевших ковидом, которые тоже не будут полноценными работниками. То есть это будут те люди, которые будут чаще брать больничные и практически сидеть, не то, чтобы сидеть наше общество, но скорее всего не будут да, да, они будут именно, они будут таким вот тяжелым балластом для общества, для оставшихся трудоспособных людей. И что делать в этой ситуации? То есть с одной стороны как бы Европейский Союз это такое образование, которое подняло на недосягаемую высоту планку ценности человеческой жизни, идеи равноправия, социальной справедливости, нигде такого нету больше. А с другой стороны возникает вопрос, а деньги то откуда? Откуда деньги, чтобы все это обеспечить? И поэтому мне кажется сейчас нужно трубить и требовать о том, чтобы врачи, которыми мы зачастую относимся потребительски, типа вот это вот идиотское совершенно название медицина как услуга. Это не услуга. Это социальная функция спасения общества. Какая это услуга? Когда вы тонете и вам вас спасают, вам услугу оказывают? Вот это непонятно. Так вот, медицину надо сейчас поддерживать, потому что нужно, во-первых, придумывать самые разные варианты, посмотреть к своим соседям, но нужно понимать, что мы действительно окажемся, даже после того, как пройдет вакцинация, в очень сложной ситуации. Да и с вакцинами, прошу прощения, ведь откровенно говорят, что очевидно потребуется регулярная ревакцинация, а вакцины, как говорится, все равно денег стоят. Ну ладно, от 5 до 35 долларов, но все равно это деньги, ведь обвакцинировать то нужно будет большую часть населения. Если мы не хотим, чтобы у нас вот этот якобы пресловутый иммунитет, образование коллективного иммунитета в конечном счете выродилось бы в создании больной, хронически больной нации. Она и так у нас не слишком здорова, потому что старенькая, по большому счету. А тут вообще будет грустно. Поэтому я считаю, что, конечно, нужно голосовать за то, чтобы медицина укреплялась, и нужно голосовать за то, что если какие бы не были приняты решения об ограничениях, нужно понимать, что самое главное ограничение это мы сами. Мы сами можем организовать и постараться в эти, допустим, праздники сделать то, на что надеется правительство, ограничить себя. В конечном счете будет, если все будет нормально, то будут следующие Рождества, будет еще Новый год, и про этот вот Новый год 2020, Рождество, можно будет вспомнить, что это был тот самый год, когда пришлось встретить его дом. но у нас в этом сейчас существуют соединства коммуникаций. Вот, кстати, хотелось бы попросить, чтобы наши специалисты связи бы подумали о том, какая будет дикая нагрузка на Рождество и Новый год. И если мы будем общаться друг с другом хотя бы вот так вот, это снизит горечь вот этого самоизоляции такой. Но давайте попробуем. вот я бы хотел бы сказать, что это не самое страшное, что бывает. Страшно терять людей. А вот посидеть и пообщаться посредством дистанционной коммуникации. Причем можно общаться со всем миром. Хороший повод пообщаться, например, с друзьями из Японии, Китая, России, из Дальнего Востока, той же США. Забыть всех в одной конференции в Зуме, сесть к новогоднему столу в такой большой компании. Он мешает налить. Понимаете? Мне повезло июнь, мне довелось принять участие в ужине, которое организовало российское и вообще международное этногастрономическое общество. Там сидели люди со всего света, у всех были в руках бокалы, и рядом была какая-то любимая закуска вот к этому напитку. И люди по очереди рассказывали о том, что они пьют и чем они закусывают. Понимаете? Это тоже хорошо. Давайте попробуем. У нас есть повод. И к этому давайте можно отнестись с таким юмором и постараться, чтобы не заболеть. Вот это самое главное. Прекрасный тост. Мне кажется, главное, чтобы не заболеть. И, насколько я понимаю, сегодняшняя наша программа была последней в 2021 году, потому что она выпадает уже на Рождество, а затем и на Новый год. Поэтому, пользуясь случаем, Константин, я поздравляю вас с наступающими всеми праздниками. Всех благ, чтобы год был удачным, хорошим. И я поздравляю и вас, Олег, коллектив радиостанции и всех наших слушателей с тем, что 2020 год уходит в историю. Будем надеяться, что следующий будет гораздо лучше. До встречи в 2021 году. До свидания. Будьте здоровы. Будьте здоровы.